Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине. Красота математики, часть 50. На 2 сентября 2024-го общая маркеткеп криптовалюты составляет 2,08 триллиона. Честное значение в районе 2,89 и это недооцененность примерно на 27,89%. Недооцененность, переоцененность означают различные вещи для различных людей, но в этом контексте я имею в виду недооцененность, когда он под вот этой красной линией честного значения и переоцененность, когда он над ней. Момент скрипта в том, что только потому что оно недооценено не значит, что оно не может быть еще больше недооценено. И то же самое касается переоцененности. Но вы можете видеть, что класс активов в целом склонен перетекать из недооцененности в переоцененность и так далее. Вы можете заметить, что пару месяцев назад в марте класс активов был выше линии тренда честного значения и многие люди предполагали, что класс активов продолжат расти и биткоин пойдет на гораздо более высокие цены. К счастью, если вы слушаете этот канал, мы говорили о том, что более вероятно, что это среднесрочная вершина. Золото пробивалось. Эфир к биткоину пробивался вниз. Доминация USDT прикасалась к линии тренда и мы обсуждали тогда, что в то время как может быть легко запрыгнуть в этот поезд, есть реальность того, что если будет следование пути 19-го, мы можем стекать 6-9 месяцев. Через пару недель будет 6 месяцев. Время летит, когда вам весело. Но прошло почти полгода и этот процесс уже почти полностью отыграл. И теперь мы поймем, жесткая это посадка или мягкая. В тот раз весь процесс занял 9 месяцев, пока мы прошли 6 месяцев. Но опять же, вы можете сказать, что мягкая посадка была через полгода и потом была более жесткая посадка через 3 месяца. Когда вы думаете о недооцененности или переоцененности, это годы недооцененности и годы переоцененности. И вы можете видеть, что мы ушли в переоцененность в марте 2024-го, но мы также видели что-то похожее в 2019-м. И также видели что-то похожее в 2012-м. В год халвинга. Пораньше. Немножко пораньше в год Халвинга в январе 2012-го, а сейчас это было в марте 24-го. И что вы заметите, это то, что и в 2012-м, и в 2019-м, в эти периоды переоцененности, рынок после этого остывал какое-то время и разгонялся позже. Предположительно, после смягчения денежной политики или просто улучшения рыночных условий. Но в 2021-м мы также увидели ралли в переоцененность. Но это не было устойчивое ралли, устойчивое ралли, которое длилось несколько месяцев. Появилось только после смягчения денежной политики и запуска печатного станка. Так что вы можете сказать, что примерно то же самое произошло в 2024-м. Рынок немного бежал впереди паровоза, как в 2019-м, потом остывал какое-то время, как в 2019-м. И в итоге он, скорее всего, опять разгонится. И может быть интересно наложить риск на график. Мы говорили об этом пару раз. Он отличается от риска цены. Это риск для всего класса активов. В основном для биткоина. Но он отслеживает и другие вещи. И вы можете видеть, как в целом низкий риск соответствует недооцененности, а более высокий переоцененности. И вы можете также взять разницу в процентах между общим маркеткэпом и честным значением. И вы получите вот такой график. И вы можете действительно видеть, как это похоже на 2019-й. Ралли в переоцененность, ралли в переоцененность. И потом стекание вниз какое-то время. То же самое. И также очень похожая картина в 2012-м. Где что интересно, это то, что и в 2011-м, пардон, в 2012-м, и в 2020-м, когда мы спускались вниз, мы в итоге ушли гораздо дальше в недооцененность, чем на первом падении. Мы спустились здесь в 2011-м, переоцененность и спуск вниз в гораздо более глубокую недооцененность. То же самое в 2019-м, когда мы спускались, мы были более недооценены, чем ранее. Вы можете предположить, что это означает, что у вас должны быть более низкие цены в целом. Это не совсем правда. Была ротация капитала из альткоинов в биткоин. Вы можете получить новые минимумы на некоторых альткоинах. А общий маркеткэп новый минимум не установит. Но это не суть. Суть в том, что точка отсчета меняется. Причина, по которой класс активов был более недооценен в декабре 2012-го, чем в ноябре 2011-го. Даже учитывая, что маркеткэп был выше, в том, что честное значение было выше. Есть общее предположение, которое и идет с видео «Красота математики». И предположение в том, что класс активов растет со временем. И вы можете сказать, что это из-за принятия или неважно, неважно из-за чего. Но вот в чем аргумент. Печатают больше денег, цены активов растут. Это причина, по которой, если вы разделите S&P 500 к доллару на денежную массу, он не особо менялся последние 20 лет. И я думаю, что правильный способ думать об этом – это вы всегда можете уйти в еще более глубокую недооцененность, чем было ранее. Но не обязательно это должен быть новый минимум. Опять же, честное значение поменялось. Честное значение в 2022-м было в районе 1,3 триллиона. Сегодня оно ближе к 2,9 триллиона. Честное значение условно удвоилось. Если маркеткэп опять спустится на нижнюю линию тренда, в район триллиона, это будет большая недооцененность, чем в 2022-м, опираясь на это понимание того, что честное значение растет со временем. Если это имеет смысл. Но я думаю, что это интересное упражнение смотреть на процентную разницу между маркеткэпом и честным значением, и вы получаете очень убедительный тренд, где у вас есть окна аккумуляции, и потом в итоге мы опять растем в переоцененность. Но опять же, это все еще может потребовать более мягкой денежной политики, для того, чтобы это действительно произошло. Это возможно, что это произойдет после первого среза ставок, но может потребоваться больше. Это все зависит от того, как легко Федрезерв может развернуть курс на теме безработицы, и того, как инфляция опять растет. Но, опять же, мы выпускаем эти видео, чтобы сделать шаг назад и сказать, мне не важно, что произойдет на этой неделе, в плане ленты поддержки бычьего рынка, или мне не важно, что будет с месячными возвратами, да, сейчас сентябрь, ну и что, мне не важно. Я просто хочу знать, как недооценен или переоценен класс активов. И, согласно этому, мы примерно в 27% в недооцененности. Сейчас даже 28%. Рынок вроде как упал. Сейчас 28% недооцененности. Не означает, что мы не можем упасть еще. Можем. И на самом деле, если это последует паттерну 19 и 12, мы в итоге пойдем ниже. Но вы также можете видеть, что в 16 мы так не делали. И многие, я думаю, что ранее, многие сравнивали этот цикл с 16-17. Я знаю, что многие из этих людей сдались, особенно учитывая, что биткоин падает последние полгода. Это не было чем-то, что происходило в 16. В 16 у вас не было последовательностей, уменьшающихся минимумов и максимумов. Иногда были уменьшены максимумы, но также были увеличены минимумы. Но, да, есть схожести между этим циклом и 16-м. Естественно, это неточность совпадения. Одно из различий в том, что в 16-м биткоин не спускался под ленту поддержки бычьего рынка, а в 2024-м это уже происходило. И вот почему я продолжаю говорить, что может быть это похоже больше на вот это, чем на 16-й. Или может это комбинация. Аргумент в пользу 2016-го, если вам интересно, это если вы посмотрите на возвраты от начала года до даты и сравните 16-й и 24-й, мы там, где мы были в 16-м в этой точке года. Другой момент в том, что если вы посмотрите на 19-й, вы можете сказать, что 2024-й очень похож на более спокойную версию 2019-го. Так что это апдейт на этот месяц, сентябрь. И я знаю, что вчера я выпускал видео о сентябре и о том, как он склонен быть не очень хорошим для крипто. Но заметьте, что это не означает, что каждый сентябрь красный. На самом деле в 2023-м сентябрь был зеленым для биткоина. Одна интересная идея, которую я озвучивал, и я не знаю, насколько это вероятно, она в том, что когда Федрезерв срезал ставки в 2019-м, биткоин был красным в этом месяце в июле, но эфириум был зеленым. Так что, может быть, вещи с более низким маркеткепом могут получить некоторое ускорение со срезом ставок на горизонте. Не означает, что это будет устойчивое изменение, но я могу предположить, что устойчивое изменение придет в январе 2025-го. Но в любом случае, я думаю, что класс активов будет двигаться к 10 триллионам долларов, плюс-минус пару триллионов. И когда мы ложимся спать, мы можем только думать, что такое пара триллионов долларов среди друзей.